Не так давно на своей страничке в соцсети ВКонтакте тагильская художница, инвалид-колясочник Евгения Навокшонова опубликовала пост, в котором размышляла о собственном творчестве. У музыкантов семь нот, у художников семь цветов. Так много и так мало одновременно. Талант определяет, мало этого или более чем достаточно. Я намешала палитру и за неделю написала 11 совершенно разных подносов. Я уверена, что так во всем. Если тебе чего-то не хватает, не значит, что этого нет вообще. Возможно, ты недостаточно хорошо стараешься. Просто возьми то, что есть и сделай нечто гениальное. Ты сможешь. Попробуй сделать вот как у меня. То есть сначала поближе вот здесь. Участники мастер-класса по росписи подносов – члены общественной организации «Равновесие» и их друзья. Занятие идет в Центре адаптивной культуры, который открылся в библиотеке благодаря выигранному президентскому гранту. Вообще здесь обычно проводят песочную терапию, занятия по пластилинографии, смотрят фильмы. А теперь и уроки живописи дают. В роли наставника – известная тагильская мастерица Евгения Новокшонова. О себе говорит «Я человек с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничной любовью к жизни и творчеству». Росписью подносов занимается почти 30 лет. Она постоянно участница не только городских, но и всероссийских декоративно-прикладных выставок. Номинант международной премии «Филантроп» и обладает премией «Человек года 2014» по версии одного из тагильских интернет-изданий в номинации «За силу духа». Мастер-классы, подобные сегодняшнему, проводят не только в Тагиле. На Международном конгрессе инвалидов, который проходил в прошлом году, к ней в очередь устраивались желающие научиться писать так, как она. В принципе, задача у нас довести до такого момента, когда человек уже сам самостоятельно сможет какие-то делать такие подарочные вещи. То есть собирать из мазочков цветочки, листочки, то есть законченные композиции и расписывать этим что-то, какие-то бытовые предметы, например, просто открытки или еще что-то такое. Мастер-классы по росписи подносов Евгения Новокшонова теперь будет проводить в библиотечном центре адаптивной культуры постоянно. Принять участие в них может любой желающий совершенно бесплатно. Полезно это сделать будет наверняка. У Евгении можно научиться не только технике уральской росписи, но и жизнелюбию, настойчивости и умению во всем в жизни находить позитив. Владимир Дунаев, Александр Смирнов, Александр Корнаухов. Время новостей. Телекон.